Всем привет! Как я и обещал, в этом видео мы рассмотрим с вами создание рельефа, который очень напоминает плетение. В предыдущем видео мы рассматривали рельеф, который напоминает чешуё. Вот так он выглядит. Кто не видел предыдущее видео, ссылка будет сверху. И начнём. Вот в таком видео мы закончили создание предыдущего рельефа. Вот наш 3D вид. И для того, чтобы его не испортить, мы создадим другой. Значит, открываем вкладку «Лицевой рельеф». Нажимаем плюсик. Создадим новый рельеф. Можем присвоить ему название. Выключаем тот рельеф, который у нас есть в данный момент. И переходим на другой рельеф. И начинаем создание векторов нашей будущей модели. Создаём окружность. И тут вот нужно быть повнимательней. Дальше вы увидите, для чего это будет нужно. Мы сейчас будем создавать дугу. Но создавать её нужно за рамками нашего вектора. То есть нашей окружности. Так, создали мы две дуги. И дальше нам нужно сделать из них круговой массив. Значит, первое. Мы выбираем круговой массив. И сейчас нам нужно выбрать центр вращения. Значит, центр вращения вот этого вот круга. То есть мы выделяем нашу окружность. Потом нажимаем «Выбор». И ищем до того момента, пока у нас не засветится прицел. Вот засвечивается прицел. И мы выбираем. Нажимаем левой кнопкой мыши. И вот появляется значение. И это будет центр нашей окружности. Значит, покажу способ, как можно это сделать намного быстрее. Нажимаем «Выбор». Вот обратно наши координаты начинают меняться. И обычно как люди уближают, это делают намного ближе. И пытаются найти, как бы думая то, что ближе и будет проще найти. Но на самом деле вы просто отдаляете это назад. И тогда будет намного проще найти. Вот, смотрите, вообще раз. И чем дальше, тем проще будет найти. Все. И вот наше значение. Значит, на 360 градусов и 3 объекта. Не забудьте выделить вектора для того, чтобы выбрать центр вращения. Значит, убираем выделение нашего вектора. И выделяем вектора, из которых нужно сделать массив. Нажимаем «Применить». Массив создан. И это все вектора, которые нам понадобятся для создания рельефа. И начнем создание. Выбираем окружность. Выбираем круг. И следующие создадим полосы. Вот эти вот. Выбираем обрезку векторов. И вот для чего мы создавали именно вот эти вектора. Чтобы они были за область окружности. Значит, удаляем ненужные вектора. Вот что у нас осталось. Осталось еще эти части. Значит, мы выделяем все вектора и копируем. Нажимая сочетание клавиш Ctrl-C. Ну, как обычно скопировать текст. Просто копируем эти вектора и продолжаем их дальше обрезать. Значит, обрезаем внутренние части. Все. Обрезали. Все их выбираем. И объединяем. Вот, объединили. У нас получилось после объединения три вектора. Три замкнутых вектора. Это обязательно. Значит, выбираем эти вектора. Выбираем плоскость. Начальная высота у меня будет около 0,2 миллиметра. Нажмем применить. И сейчас покажу, для чего мы копировали вектора. Значит, эти вектора мы удаляем. И вставляем те, которые мы скопировали. Ctrl-V. И теперь нам нужно удалить не вот эти части, а только внутренние. Для того, чтобы получился один полный вектор. И также объединяем его. Вот, получился один вектор. Следующее. Переходим в 3D-вид. Выбираем вектор. А обнулить снаружи вектора. Теперь нам нужно сделать массив. Мы переходим в рельеф. Штамп для вырезания. Закрываем. И переходим в 2D-вид. Выбираем массив. Прямоугольный массив. Значит, значения у меня уже прописаны. Ваши значения будут отличаться от того, каких размеров именно ваш вектор. Нажимаем применить. А, забыл. Мы не создали. Значит, нажимаем Ctrl. Ctrl. Так вот, переносим. Смотрим на левую нижнюю часть вектора. Вот так вот. Чтобы он немножко заходил на другой вектор. И выбираем их оба. Нажмем применить. Переходим в 3D-вид. Нажимаем шаблон. Слить по наибольшей высоте. Это мы тоже все проходили в предыдущем видео. И вставить выбранные шаблоны. Вот и все. Теперь мы убираем показ векторов. Убираем нулевую плоскость. И смотрим, что у нас получилось. И вот так вот. Значит, когда мы создавали лицевой рельеф. Дополнительное плетение. Это было для того, чтобы мы не испортили наши рельефы, которые создавались перед этим. Вот они. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Дальше больше.